Земля сельскохозяйственного назначения должна быть исключительной ответственностью государства. Это вопрос геополитического значения. Связано это с тем, что наша страна занимает шестое место в мире по площади сельскохозяйственных земель и второе по площади пахотных земель после Австралии. Это 1,3 гектара на человека. Следовательно, в целях национальной безопасности земельные ресурсы должны оставаться в собственности государства, а не отдельных лиц. Сегодня прошло первое заседание комиссии по земельной реформе. На онлайн-встрече было отмечено, что земля стала легкой добычей акимов. В конце концов, они являются компетентным органом по контролю и передачу земли. Предлагается создать специальное агентство, которое будет подчиняться непосредственно президенту. Следующий актуальный вопрос – плодородие почвы. Сегодня много арендованных, но заброшенных земель. Мы очень медленно привлекаем инвестиции в сельское хозяйство. В Австралии стоимость гектара составляет 422 доллара, в Канаде – 80, в Казахстане – меньше доллара. Если бы нашим хозяйствам, как и иностранным фермерам, были предоставлены долгосрочные и дешевые кредиты, эффективные меры государственной поддержки, система страхования, гарантированные субсидиями и научно-техническими достижениями, наш аграрный сектор был бы востребован для инвестиций.